Брелок для ключей. Вам понадобится старый галстук, кольцо с карабином, ножницы, ключ и кусок фетра. Вырезаем из галстука полоску длиной около 20-30 сантиметров. Продеваем отрезанный край в кольцо карабина. Затем оборачиваем другую часть вокруг карабина и делаем узел. Затягиваем. Карандашом обводим ключ на листе фетра. Можно использовать для этого цветной картон. Вырезаем ключ. Прикрепляем ключик к карабину. Готово. Всем привет! С вами Катя и скоро в школу. Много разных заданий, кружков, еще каких-то дел. И бывает так, что их можно забыть. Чтобы этого не произошло, я предлагаю сделать доску напоминания, либо доску для расписания. Ее очень легко сделать. Сейчас я вам покажу. Итак, нам понадобится корпус для нашей доски. В моем случае это крышка от коробки. Основа для нашей доски. Я взяла пенопласт, потому что он прокалывается. Ленты, ножницы, какие-нибудь украшения, фетр и ткань. Давайте начнем. Для начала я беру корпус и кладу в него основу. Я вырезала все заранее. У меня 5 слоев. Ваша задача сделать так, чтобы внешняя основа и внутренняя основа были на одном уровне или немного выше, как у меня. Далее я беру ткань. Я свернула ее вдвое, чтобы она не просвечивала. Прикидываю, чтобы со всех сторон было примерно одинаково. Мы этой тканью как бы оборачиваем нашу доску. И давайте начнем клеить. Беру клей. Намазываю довольно-таки много, потому что клей-пистолет не очень хорошо клеит пластмассу. Итак, далее я приклею ленты. У меня много разных цветов, и я приклею разные. На ленту с помощью скрепок можно вешать разные напоминалки. Я сделала свою доску, теперь я сзади приклею фетр. Я буду носить его частично, потому что если я нанесу сразу весь, то он высохнет, и я не успею приклеить. Теперь можно ее украсить. Для этого я приготовила вот такие вот цветочки. Я доска готова. Теперь осталось только сделать красивые скрепки и кнопки, чтобы вешать напоминалки. Для того, чтобы сделать вот такие вот красивые скрепки, мне понадобится какая-нибудь картинка, скрепка и клей. Сейчас мы с вами сделаем красивые кнопки для нашей доски. Для этого нам понадобятся кнопки и различные стразы. Вот такие кнопки у меня получились. Теперь мы заполним нашу доску. На этом все. Вот такая вот доска у меня сегодня получилась. Пишите мне в комментариях, понравилась ли она вам. И какими напоминаниями пользуетесь вы. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пус, и многого всего. Я уже выкладывала видео про то, как делать браслеты. Но вы мне в комментариях так много написали. Катя, сделай еще видео. Выложи, пожалуйста, сделай еще браслетиков. Вот, пожалуйста. Сегодня я буду делать браслеты, но в этот раз я буду плести их. Это очень быстро и легко. Вот такие вот браслеты у нас получатся. Давайте начнем. Первый браслет, который я сделаю, будет вот такой вот. Для того, чтобы его сделать, нам понадобятся ножницы, картон, карандаш, разные бусинки, стаканчик и нитки мулине. Первое, что мы должны сделать, это нарисовать круг. Но чтобы нам было легче, я просто обведу стаканчик. Также вместо стаканчика можно воспользоваться циркулем. Готово. Теперь я вырежу этот кружок. При помощи этого кружка я буду плести. Сейчас вы увидите как. Я должна сделать 8 небольших надрезов. Но чтобы сделать их правильно, я немножко помечу их. И также сделать небольшой кружочек по серединке. Теперь этот кружочек я должна проколоть, чтобы тут образовалась дырочка. И теперь мы должны сделать надрезы по этим полоскам. Теперь я должна выбрать нитки мулине. Я выбрала оранжевый, зеленый, малиновый и желтый. Теперь я должна открыть их и отрезать. Такая нитка должна быть примерно метр. От одного цвета нам нужно две таких нитки. Нам нужно сделать так же с тремя другими цветами. Теперь я складываю нитки пополам и ровняю их. Готово. Теперь мы завязываем узел, чтобы наши нитки не распались. Но учтите, что этот узел будет служить нам петелькой. А эта петелька будет застежкой. Она не должна быть сильно большая. Ну, примерно вот такая вот. В середину мы продеваем наши нитки. Теперь у нас получилось по четыре нитки каждого цвета. И две нитки каждого цвета мы должны распределить по две ячейки. Вот так вот. Должно получиться так, что одна ячейка будет свободной. Потом мы должны будем вырезать две нитки одного цвета. У меня это будет желтый. Берем ножницы и отрезаем. Но не полностью. Оставляем чуть-чуть, чтобы все не распалось. И начинаем плести. Прослед у нас будет выходить отсюда. Поворачиваем свободной ячейкой к себе и отсчитываем, где у нас третья нитка. Значит, ее мы перемещаем в свободную ячейку. У нас освободилась другая. Опять же, ей переворачиваем к себе, отсчитываем третью нитку. И так, пока мы не закончим плести. Но не забывайте поправлять нитки. И иногда натягивать их. Если мы не натянем нитки, браслет будет более слабого плетения. А это будет не очень красиво. Последний раз. И все. Мой браслет готов. Вот такой вот он у меня получился. Теперь я снимаю все нитки и достаю свой браслет. Все. Теперь мне нужно завязать узелок. Теперь мне нужно приделать пуговку. Я приделаю вот такого вот смайлика. Продеваю и завязываю узел. Готово. Теперь я отрезаю лишнее. И вот такой вот браслет у меня получился. Продеваем пуговичку и одеваем. Вот такой вот браслет у меня получился. Следующий браслет, который я сделаю, будет вот таким. Для него мне понадобятся ножницы, бусинки, скотч абсолютно любой. И нитки малюнель. Я уже выбрала цвета. Зеленый, оранжевый, желтый и малиновый. Отмеряем примерно метр. Эту нитку мы будем складывать пополам. И с помощью этой нитки мы можем отмерить и другие. Теперь эти нитки я складываю вдвое. И отрезаю лишнее. Теперь мне опять же нужно завязать узелок. Этот узелок послужит нам петелькой. Приклеиваем наш узелок скотчем. И начнем плести. Тут вы должны выбрать, какой цвет у вас будет первый. У меня первый цвет будет оранжевый. Я беру одну нитку оранжевого цвета. Складываем сначала вот так. А потом берем конец нитки и продеваем под. У нас получается вот такой вот узел. Теперь мы осторожно должны его затянуть к самому верху. И теперь такими же узлами мы будем плести дальше. И конечно же мы будем менять цвета. Вот так вот у меня получилось с оранжевым цветом. Теперь я буду плести желтым. Плести я буду точно так же. Если что, свои узлы можно подтянуть. Не забывайте немного придерживать. Меняю цвет. Теперь я буду плести зеленым. Я закончила свой браслет. Вот такой вот он у меня получился. Теперь на конце я должна завязать узел, чтобы мой браслет не распался. Такой же, как в начале. Только он не будет служить нам петелькой. Теперь я должна выбрать пуговку. Она мне послужит застежкой. Я выбрала вот такую. Отделяем одну ниточку. И одеваем на нее пуговку. Теперь мы просто завязываем один узел, чтобы наша пуговка не отлетела. Убираем скотч. Пробуем. В принципе нормально. Застегиваем наш браслет. И получается вот так вот. Можно попробовать одеть. Вот такие вот браслеты у меня получились. Пишите мне в комментариях вопросы. Я на них обязательно отвечу. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока. Всем большой привет. С вами Катя. И сейчас очень можно носить разные браслетики. Они бывают смешные и даже немножко чудные. Но я как-то люблю их делать сама. Потому что их можно сделать под настроение, под стиль одежды. Можно с черепашками, с листочками, с сердечками. И менять их каждый день. У меня есть вот такой вот браслетик. Здесь есть бабочки, разные яблочки, божьи коровки. Вот такой вот браслет. Очень легкий, жемчужный назовем его так. Медовый, карамельный. Обычная косичка, в которой есть бусинки. Такие браслетики сплести очень легко. И сегодня мы с вами их сплетем и еще многие другие. Давайте начнем. Нам понадобятся нитки. Они могут быть и малюне, и шпагат, ножницы, клей, иголка. И самое главное это бусины. Первый браслет, который я сплету, будет похож на этот. Только я вместо бусинок вот здесь вот сделаю косичку. Первое, что мы делаем, это берем любые нитки и отрезаем три равных кусочка. Я выбрала нитки шпагат, потому что они лучше держат форму и они более жесткие. Именно в этом браслете нам это важно. Я зафиксирую нитки узелком. Отверстие в моих бусинках очень маленькое и будет очень трудно вдевать. Поэтому я намажу конец нитки клеем и сделаю ее острой. Теперь мои бусины будут одеваться гораздо легче. Для первого раза я выбрала вот такие вот бусинки в виде сердечек. Вот я надела бусинки и завязала узел. Теперь я сплету здесь небольшую косичку. И опять же вплету вот такую вот деревянную бусинку. Плетем небольшую косичку. Теперь, когда мы выбрали место, где у нас будет наша бусинка, мы останавливаемся, завязываем обычный узел очень близко к косичке. Потом надеваем бусинку, снова делаем узел, но так, чтобы узел был снизу бусинки. Вот так вот, чтобы нитка проходила вокруг бусинки. Теперь берем две нитки по бокам и меняем их местами, чтобы у нас было очень крепко. А после этого будет еще чуть-чуть косички. Снова завязываем обычный узел. И снова вдеваем две бусинки. В этот раз я возьму обычное сердечко и цветочек. И снова надену их. Потом я оставлю немножко места и завяжу последний узел. Готово! Вот такой вот браслетик у меня получился. В принципе, смотрится красиво. Такие браслеты очень легко подогнать по нужному размеру. Сейчас очень модно носить браслеты из красных ниток. И я вам покажу, как сделать оригинальный браслет, которого не будет точно ни у кого. Для начала берем красные нитки и отрезаем три ровных части. Теперь берем и рассоединяем наши три ниточки. И на каждую ниточку одеваем по бусинке. Теперь возьму все три ниточки вместе и сдвину наши бусинки. Возьму одну бусинку и эту бусинку одену сразу на три нитки. Но перед этим намажу нитки клеем. Нужно дать им немножко посохнуть. Давайте попробуем. Получилось! И теперь снова рассоединяю три нитки и снова надеваю на каждую нитку бусинку. Сейчас я надену цветочек. И снова рассоединяем и снова надеваем три бусинки. Готово! Теперь мне снова нужно завязать узелок. Лучше завязать два, чтобы бусины не слетели. Ну или даже три. Все, готово! Вот такой вот браслетик у меня получился. Всем привет! С вами Катя. И совсем скоро в школу. Эти серые будни. Оценки. Дневник. Домашка. Но можно приукрасить свои серые будни, сделав вот такую вот солнечную, очень классную подставку. У меня, наверное, уже собраны все подставки в мире, которые вообще только существуют. Вот лично я очень люблю всякие новые вещички в школе. Там карандашики, ручки, все такое. Я решила сделать вот такую подставку в виде кукурузы. Так как летом я не ела кукурузу. Сделала я ее из бутылки. Она делается очень быстро и легко. Итак, для кукурузы нам понадобится бутылка. Желательно, чтобы она была прямая. Двухсторонний скотч, белая фасоль, зеленый фетр, шаблон для листочков, стаканчик с водой, желтая краска, ножницы, кисточка и клеевой пистолет. Для начала берем бутылку. Если у вас мягкая бутылка, как у меня, то советую закрутить крышку. Берем карандаш и меряем, сколько нам нужно. Я отрежу, ну, где-то посюда. Подравниваем. Я беру двухсторонний скотч и обклеиваю бутылку полностью. Итак, я полностью заклеила бутылку. Теперь я беру вот такие вот квадратики двухстороннего скотча. Вы их, конечно же, можете нарезать сами. И приклеиваю их к ножкам. Теперь мне нужно обклеить это все фасолью. Но не клеить самый последний ряд и ножки. Первый ряд мы приклеиваем немного выше, для того, чтобы прикрыть край. Все, готово. Теперь ее нужно покрасить. Для этого возьмем гуашь, воду и кисточку. Пока она будет сохнуть, я вырежу листочки. Этого нам понадобится трафарет и фетр. Берем трафарет. Таких листочков мне нужно пять. Кукурузка немного подсохла, так что можно клеить листья. Наша кукурузка готова. Вот такая вот кукуруза у меня получилась. Яркая, солнечная. Если честно, я бы не отказалась есть такую кукурузу. Ну на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Давайте обмениваться идеями. Пишите мне в комментариях, какие поставки сделали вы и какие идеи есть у вас. Пока-пока. Всем привет, с вами Катя. И наверняка у вас после учебного года осталось довольно-таки много ненужных карандашей. Я предлагаю использовать их на рамку. Для этого мне понадобятся вот такие вот маленькие карандаши, можно сказать, что огрызки, клей и, конечно же, сама рамка. Давайте приступим. Сначала мы берем рамку и укладываем карандаши, перед тем, как приклеить. Вы можете это делать в абсолютно хаотичном порядке. Я придумываю вот такой орнамент. Но учтите, что карандаши довольно-таки много укатываются. Это трудно делать с круглыми карандашами. Хорошо, если будут карандаши с гранями. И наклеиваем. Не забывая немного придерживать. Потому что карандаши наклеятся не сразу. Если что, можно будет где-нибудь подмазать. Готово. Вот такая вот рамка у меня получилась. Если вы делали уже похожие рамки, присылайте мне в комментариях. Давайте обмениваться идеями. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До встречи!